Год на передовой. 19 марта 2020 года в республике был официально зарегистрирован первый заболевший новой коронавирусной инфекцией. Тогда мало кто знал, как с ней бороться, чем обернется пандемия для Чувашии. По статистике, ковидом переболели более 22 тысяч жителей. Более 20 тысяч выздоровели. К сожалению, были и смерти. Медицинский персонал работал без выходных и праздников в круглосуточном режиме. Большую помощь в борьбе с опасной инфекцией оказали студенты-медики. Они с первых же дней стали волонтерами. В Чувашском государственном университете состоялась встреча с теми, кто ни разу не усомнился в выборе профессии. В красной зоне за год успели поработать более 600 студентов. Большинство из них прошли специальный курс, разработанный на медицинском факультете. Это дало им возможность выполнять обязанности медсестер и фельдшеров в ковид-стационарах. Решение о работе практически на передовой принимали сами студенты. Вначале было очень страшно. Страшно было, потому что я не знала, как мой организм отреагирует. Все-таки есть родные, близкие, знакомые люди. Хочется и общаться после работы. И приходилось, конечно, воздержаться от этого. Я жила в это время одна целый год. Я ни с кем практически не виделась. Много узнали об этой коварной болезни. А тогда была неизвестность, и это действительно было страшно. За молодых людей, за своих питомцев, безусловно, переживали. Другое дело, что мы не направляли никого. Вот в том-то и прелесть ситуации поведения наших студентов. Они ведь трудоустраивались на эти опасные, скажу так, должности, ставшие во много крат ответственнее, серьезнее самостоятельно по своему желанию. Другое дело, что мы создавали условия для этого. Конечно, ребят старались подготовить к работе в неординарных условиях. Они прошли обучение в симуляционном центре медицинского факультета. По-настоящему воздух подается, вода подается, внизу компрессорная, то есть все это сделано. Идет запись, видеокамера, рабочий стол. С самого начала пандемии оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции наладил связь с высшими учебными заведениями, и особенно с медицинским факультетом ЧГУ. Ведь именно на его базе создавались отряды волонтеров-медиков. С вашей работой было все достаточно понятно, да? Но наша задача оперативного штаба, наверное, была больше создать условия, чтобы у вас как можно было меньше пациентов. И вот если разграничить всю работу в рамках борьбы с пандемией, она делилась на два. На две части. Это главные на передовой были врачи. Но появилась еще и вторая часть. Это дезинфекция улиц. Это информирование населения, что нужно носить маски, режим. Это доставка продуктов. Помните, да, было сложное время, когда у нас были введены очень жесткие ограничения. Организовать всю эту большую масштабную работу. И была задача оперативного штаба. Главный врач больницы скорой медицинской помощи Ильдар Абызов отметил, что студенты работают наравне с опытными медицинскими сотрудниками. Их график обычно 8 часов. Но большинство все же сочетали работу и учебу, поэтому брали вечерние и ночные смены. Когда эта помощь наполнена, еще раз повторюсь, энтузиазмом и идет от сердца, она очень дорогого стоит. И, конечно, это большая помощь и поддержка в работе. Особенно на первых порах. И, знаете, вот такая вот гражданская позиция молодого человека, она, в общем-то, стимулирует и заражает, значит, вот этим позитивом и стойкостью до, в общем-то, тех, кто с ним рядом, так сказать, старших товарищей. Поэтому эта помощь обоюдная. И, конечно же, старшие товарищи максимально старались помочь. Каждый из присутствовавших на встрече студентов-медиков достойно уважения и благодарности. Они спасали жизни людей, ставя под угрозу собственные. Но зато они теперь точно знают, медицина – это их сознательный выбор. Татьяна Молокова, Павел Редков, Республика.